Всем привет! Вытащили этот дешворшер, теперь смотрим, вода течет вот отсюда, там где дивертер мотор, вот здесь. Значит, надо сейчас его поменять и проверить. Ну, как-то так. Дивертер, мотор, новый дивертер устанавливаем. Так, ну, тут мы, может быть, еще будем плейт снимать, надо посмотреть будет. В общем, это не все. Это не все, что нам нужно здесь ремонтировать. Есть подозрение, что там прокладка иссохла и она ликует, собственно говоря. Ребята, кто хотел посмотреть, как дивертер мотор устроен внутри? Здесь такие шестеренки, которые двигаются. Вот сам моторчик, да, и вот он двигает вот эти шестереночки. Эти шестереночки двигают вот эту часть, вот так вот, тик-тик-тик-тик. И там внутри такая заслоночка, которая закрывается, открывается, не закрывается, закрывается. Вот так вот элементарно, да, по такому принципу работает дивертер-мотор. Вот. Капает, видите. Прямо, наверное, быстро сейчас понять, откуда капает. Вон, вон капает, видите, капает. Вот. Со стороны дивертера. Вот. То есть там прокладка ссохлась. Вот у нас есть новый плейт. Вот там вот, куда вставляется дивертер, вот видите, вот в это отверстие он вставляется. Здесь вот такая резиновая прокладка есть. Вот она. Вот она пропускает воду. Так, сливаем воду в наше ведро, так как мы отсоединили драйн-линию. Вот. От аэргапа. Сейчас опять там все опустошим. Вот. И опять пойдем смотреть. Смотрите, видите, капли вон там. То есть то, что я вам говорил, прокладка ссохлась у дивертера и, соответственно, пропускает. Соответственно, нужно просто прокладочку поменять вот там внутри. Вот. И все будет хорошо. Да, короче, надо теперь вот здесь вот дались до прокладки. Значит, нам нужно поднять вот вверх вот эту часть. Все отсоединили в сторону ее. Теперь надо попробовать вытащить вот эту пластику. Часть это самая сложная. Часть нашего разбора. Одна из самых. Так что-то. Вот. У нас оно выходит. Нет, нет, не очень легко. Такими движениями вверх-вниз, вверх-вниз. Приходится вытаскивать. Все, вытащили. Вот наш дивертер. Вот и наша прокладка внутри, которую можно заменить. Хотел менять весь плейт, но, конечно, плейт менять я сейчас не буду. Вот. Но, конечно, покупать целый вот этот вот плейт, разве вот этой прокладки, это, конечно, зашкварно. Вот. Нужно отдельно покупать такую прокладочку. Я сейчас вообще не знаю, смогу ли я отсюда ее сейчас вытащить. Если смогу, то, как бы, отлично. Если вот, конечно, не смогу, то это будет не очень хорошо. Сейчас попробую. Так, ну что, элементарно ее получилось вытащить. Вот эту прокладку, вот она, видите. Вот. Значит, сейчас оттуда вытаскиваем старую и устанавливаем новую. Все, после этого не должно ликовать ничего. Так, поменяли прокладку. Вот она. Попозже вам покажу старую прокладку, насколько она сломанная. Вот. Сейчас надеваем вот эту вот запчасть. Так, все. Ну и теперь, соответственно, вот эту часть тоже. Получается вот так. Вот так, отлично. Очень просто она. Вот так, все. Супер. Так, ну что. Теперь давайте все соберем и проверим, будут ли ликовать или нет. Напишите в комментариях, что думаете, будет ли ликовать или нет. Я думаю, нет. Вот, все, фильтр надели. Теперь закрываем. А, остался большой вент. Вот этот вот. И вот так вот, все. Так, пока вода набирается, мы включили. Смотрите вот на этот. Давайте я сейчас вам покажу поближе. Вот, посмотрите. Видите, вот здесь про, ну как сказать, не про жаряло. Вот видите, вот здесь вот как раз пропускают этот новый газ. Так, ну все, ничего не капает. Все. Работа сделана. Собираем тогда все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Погнали дальше. Так, ну что, контрольная проверка. Так, туда вот мы еще поставили коробочку. Вон туда. Эта коробочка отличается от того, что проверяют, есть ли water leak или нет. То есть, если еще раз, очередной раз, здесь будет вода, то эта коробочка громко очень будет пикать. Вот. Ну пока воды никакой нету. Сейчас еще подождем минутки две. Если воды никакой не кажется капелька, то все. Ремонт закончен. Так, ребят. Все, закончил я чинить дешвошер. Короче, по большому счету, ну то, что мы дирветор мотор заменили, это я считаю неплохо. Но по боевому счету глобальная проблема заключалась в том, что просто вот этот вот гаскет, да, между дивертором и плейтом, он был, ну он прохудился. Его нужно изменить и все. По сути, это маленький вот такой парт. Вот. Работ, конечно, там не очень мало было. Нормально так достаточно. Вот. Но я не вижу ничего страшного в том, что мы еще изменили дивертор, новый парт, да, новый моторчик. Это неплохо, на мой взгляд. Плейт целиковый, нормальный, не ликующий, поэтому плейт мы не меняли, просто поменяли гаскет. Вот. Но вообще, вы знаете, я помню про эту проблему, когда очень часто работал техником, когда практиковал постоянную работу техником. Я помнил про эту проблему, ну я знал эту проблему, но я уже забыл про нее, и когда вот сейчас в очередной раз начал ее ремонтировать, ко мне, знаете, такая память возвращается, я такой вспоминаю, е-мое, я уже это делал неоднократно. И, то есть, и нужно вот эти гаскеты возить всегда с собой вот эти маленькие прокладочки. Вот. Но на тот момент я не хотел рисковать. Вот. Я не знал точно, откуда идет лик. Я предполагал, что он идет из дивертора, но прям на 100% не был уверен, поэтому я заказал с запасом и дивертор, и плейт, да, ну и, соответственно, в плейте был гаскет. Вот. Хорошо, что он там был, кстати. Вот. А так можно было действительно возвращать парты. Вот. Ну, на мой взгляд, мы сделали хорошо. Вот. Клиент в любом случае доволен. Лика больше у него нету. Вот. Напишите в комментах, что думаете по этому поводу. Всё. А мы поедем дальше на следующие заказы. Так. Ну что. Вот у нас есть кондиционер. Вот. Мы на кондиционер отделе Low Side. Смотрим, какое давление. Давления вообще нет. То есть, это значит, что фреона там нет. Значит, тут где-то он откуда-то вышел. Из какой-то трубы или еще откуда-то. Соответственно. Соответственно. Нужно сделать pressure-тест. Нужно сюда сейчас залить очень много нитриджина. И послушать, откуда вообще идет лик. Как он вообще происходит. Если мы найдем лик, то мы поймем, что нужно фиксить. Вот как-то так. Так. Ну что, починили мой кондер. Теперь пришли на охлаждаться. Сейчас мы эту штуку будем включать. Так. Ну вот мы вытащили с помощью вот этой вещи вот так вот холодильник. Он вообще не хотел вытаскиваться. Ну вот. Вот еще мы все-таки. Так. Ну теперь в борт идем разбирать. Ну смотрите. Борт вроде бы и похожий. Вот старый. Вот новый. Но вот тут с левой части куча всяких там трансформеров, капасторов. Да? Смотрите. Вот все. По центру тут нет коннектора. А здесь по центру есть коннектор. И все вот эти капастеры, они выходят как бы сюда, я так понимаю. То есть здесь это все в одном. Да. А здесь это по-разному раскидано. В общем, нам этот борт не подойдет. Который мы купили. Хотя мы звонили в саму компанию Samsung. Просили нам подыскать именно нужный борт. Вот. И вот что-то не задалось. Соответственно, этот борт я установить не могу сюда. Вот. И все тут заканчиваем тогда. Будем дальше смотреть, наговариваться. Так. Ну вот. Я только вытащил в холодильник. Затащил его обратно. Да. И гугли, что за розетки. Ключил в розетку. И вот. Вот такая вот появилась ошибка. Вот такие вот дела. Сейчас будем смотреть. Так, ребята. Что-то, ну, значит, вытащил я. Видел холодильник. Видели холодильник. Затащил. Появилась ошибка 40Е. Откуда эта ошибка появилась? Вообще без понятия. Вот. Что-то там все-таки не то. В этом холодильнике. И перемораживают он. И опять там хитинг-элемент нужно устанавливать. В общем. Беда бедой, ребят. Что-то я так замучился сейчас. Фу. Эмоционально, физически. А мне еще сейчас два заказа. Вот. Ну, что-то я немножко уже все подустал. Ребят, спасибо, что смотрели это видео. Вот. Наверное, встретимся уже с вами в следующий раз. Ставьте лайк и пишите свои комментарии. С вами был Михайлов Олег. Компания First Appliance Repair. Ремонт бытовой техники США. Не болейте. Увидимся.